Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы поговорим с вами о биткоине и обновим информацию о полосе поддержки бычьего рынка. Друзья, если вам нравится этот контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк и, конечно же, подпишитесь на канал CryptoCommons, они вас очень любят. И, конечно же, напишите ваш самый огненный коммент. Итак, для тех, кто не в курсе, полоса поддержки бычьего рынка попросту состоит из 20-недельного SMA и 21-недельного EMA. А для новичков, 20-недельный SMA сейчас на уровне около 27888, а 21-недельный EMA подбирается к 27227. Так что в большей или меньшей степени полоса поддержки бычьего рынка, или, если хотите, полоса сопротивления медвежьего рынка, раз уж мы под ней, расположилась примерно от 27,2к до примерно 27.9к, то есть примерно толщиной в 700 долларов. И причина, по которой мы так много говорим о полосе поддержки бычьего рынка, заключается в том, что она может много там чего подсказать, особенно то, где мы находимся в текущем тренде. И одна из вещей, о которой мы говорили ранее, и я доволен, как мы это здорово сделали, в определении большинства тех движений, которые мы, хоть, конечно же, и не все определили, это очевидно. Много вещей, в которых я на самом деле ошибся. Но, по крайней мере, интересно то, что мы много говорили о том, как мы, вероятно, увидим возможное ралли преобразование креста смерти. Не знаю, смотрели ли это вы видео, которое мы выпустили несколько недель назад. А в день, когда образовался крест смерти, мы выпустили еще одно видео. В общем, там мы сказали, что наиболее вероятно, что мы как бы занырнем в него, а потом устремимся к кресту смерти. В итоге, в первый же день мы с вами увидели, что мы как бы устремились к кресту смерти. И вот мы здесь. Это ралли к кресту смерти в итоге материализовалось. В общем, знаете, забавно, как эти все события, хоть и не в точности, реализуют ожидания, но все же стремятся повторять себя от цикла к циклу. И вот снова у нас образовался крест смерти, после которого мы полетели вверх, так? Теперь нам нужно посмотреть то место, где закончилось это ралли во время предыдущего цикла, когда у нас также образовался крест смерти в 2019. И где вы можете увидеть, что оно закончилось всего лишь через несколько дней, после образования вершины? Но что более интересно, не то, сколько времени длилось это ралли, а где это ралли закончилось. И вы видите, что в итоге данное ралли завершилось, как только достигло полосы поддержки бычьего рынка на недельном таймфрейме. Еще нам следует помнить, что у нас был фитиль над 20-недельным скользящим средним. То есть у нас в итоге был фитиль над ним. И вы можете себе представить, что в какой-то момент в течение этой недели эта зеленая свеча была вот здесь. Если бы вы посмотрели на эту зеленую свечу конкретно в этот день, то все бы выглядело, как будто бы мы уверены над 20-недельным СМА. И вы бы не обязательно знали, что к концу недели он опустится ниже этого уровня, хотя по факту так и произошло. Но здесь важная часть заключается в том, чтобы помнить, что это все ничего более, чем нисходящая вершина. Это ведь в конечном итоге нисходящий верх. Вот здесь верх, а вот здесь нисходящий верх. Еще один нисходящий верх. А вот этот фитиль, это нисходящий верх, который даже еще ниже, чем этот фитиль. Это всего-навсего нисходящие верха, а это закрытие ниже полосы поддержки бычьего рынка. Хоть мы и достигли его этим фитилем. Ралли пошло после креста смерти. И здесь вы видите, что у нас было закрытие недели выше, чем 21-недельное ЕМА, но ниже 20-недельного СМА. Но повторюсь, что история не обязана повторяться в точности. Поэтому есть другие примеры, когда это ралли не затухло в одночасье. Но мы обсуждали с вами, как мы в это заступим. Мы говорили, ребят, мы проведем полгода в росте, более вероятно, и проведем полгода в падении. Верно? Полгода вверх и полгода вниз. Но во время аптренда характеристика определяется несколькими движениями вверх и несколькими движениями вниз. При этом в целом тренд сохраняется восходящий. Как и даунтренд не всегда идет вниз, он иногда и растет. Вот почему мы давали рекомендации, что вхождение в Крест Смерти будет более чем вероятно наиболее оппортунистическое время в ралли Биткоина. Потому что, повторюсь, как мы говорили, Биткоин, показав Крест Смерти, станет негативной темой для людей. Люди будут считать, что все плохо, они начнут продавать. В итоге все закончится продажами на локальном дне, после чего Биткоин вернется обратно. Мы даже выпускали видео об этом и предупреждали, что, друзья, не попадитесь на это, так как обычно мы наблюдаем за распродажами прямо перед Крестом Смерти, а в день образования, когда он на самом деле случается, так как это запаздывающий индикатор, который как бы говорит о том, что уже произошло, после которого образуется ралли обратно, по крайней мере, через несколько дней, и который иногда длится несколько недель. Таким образом, на что мы с вами сегодня посмотрим, и как мы сможем определить и решить, повторится ли то, что было у нас в 2019 году, или это пойдет по своему сценарию. А я скажу вам так, у нас есть эта вершина, а на этом фитиле у нас есть нисходящий верх, то есть этот фитиль здесь образует нисходящий верх, который поднялся лишь немногим выше, чем 30 тысяч, примерно 30.2К, может быть 30.3К, в зависимости от биржи. Основное, что где-то между 30.2 и 30.3К. И если мы пойдем по пути 2019-го, то это будет значить, что выше этой цены мы не поднимемся. Конечно, всегда можно получить фитиль выше 20-недельного СМА, что не обязательно должно будет поменять что-либо. Но помните, что даже если закроется неделя выше 20-недельного СМА, это не обязательно будет также важно, если только это не будет последовательное закрытие нескольких недель. И если, скажем, у нас будет три подряд недели с закрытием выше, после чего мы опустимся ниже, то это будет серьезно. Вот здесь, например, вы видите, что мы прорвались через полосу поддержки медвежьего рынка, потом мы упали ниже на следующей неделе. В итоге тренд продолжился немного больше. А в 2022-м, когда мы поднялись выше, вот посмотрите здесь, после чего мы не упали под, в итоге мы опустились через несколько недель и продолжили падение. Так что же у нас с вами на сегодня? Если бы мы поднялись выше, то я бы все же сказал, что нам нужно несколько подряд закрытий над этой полосой, чтобы наши текущие ожидания начали отличаться от предыдущих. И пока этого не происходит, то, похоже, статус-куо остается неизменным. То есть того, что полгода мы растем, а полгода падаем в предхалвинговом году. Таким образом, я все-таки предполагаю, что наиболее вероятный исход для биткоина — упереться в некоторое сопротивление вот здесь, не могу сказать точно где. Но повторю, что 20-недельная EMA не так и далеко от того, где мы с вами сейчас. Всего лишь несколько сот баксов выше. 27.2K. То есть, по сути, мы говорим про 500 баксов над текущей ценой. То место, где сейчас 21-недельная EMA. А в 2019-м мы поднялись выше, чем 21-недельная EMA. На самом деле, мы поднялись даже выше, чем 20-недельная SMA. Если посмотреть на дневном таймфрейме. Но на недельном таймфрейме закрытие было под этой полосой, что в итоге закончилось нисходящим верхом. Но я также хочу и обратить ваше внимание на другие сценарии, например, 2015-го, когда у нас было ралли Креста Смерти, после чего пошла распродажа обратно в Крест Смерти. И даже после него мы по-прежнему падали ниже. То есть, не получилось ралли Креста Смерти. У нас его не было, но в итоге что получилось, так это ралли, но потом. То есть, мы не увидели с вами продолжения тренда. Поэтому я хочу предупредить всех, что вот этот Крест Смерти не получил ралли Креста Смерти. То есть, цена оставалась вялой на протяжении еще нескольких месяцев. Но все закончилось ралли к концу года. И здесь присутствуют некоторые схожести. Если мы с вами посмотрим на макроклимат, то он в большей степени похож на то, что было в 2019 и 2015. Хоть эти годы и не дают нам идеальную картину для сравнения. Хотя в 2019 году у нас и образовалась перевернутая кривая доходности. В итоге крипто пошло на спад во втором полугодии. А в 2015 мы должны помнить, что крипто было довольно слабо в первой половине года. А во втором полугодии в основном росло. Вот почему, я думаю, что в то время мы не увидели такие сценарии, которые происходят сейчас. Но хочу вам напомнить, что со всеми этими Крестами Смерти обычно то, что вы видите, что обычно происходит. А также давайте посмотрим и на золотое пересечение. Когда вы обычно наблюдаете золотой крест, то общий тренд сохраняется. То есть образуется временное падение, но общий тренд не изменяется. С Крестом же Смерти образуется временный памп. Но обычно общий тренд также не меняется. И, вероятно, нам следует посмотреть на последний золотой крест, чтобы понять, как долго длился спад. Мы с вами видим, что на день образования Креста Смерти, как только начался Крест Смерти, биткоина образовался памп. А после биткоин снова опустился и оставался на нижних уровнях, соответствующих предыдущей неделе или двум. А в дальнейшем мы продолжили сохранять тренд, образовывая нисходящие низы. Но общий тренд оставался неизменным, когда биткоин продолжил формировать восходящие верха по мере продвижения дальше и дальше вглубь года. Хотя может и ощущаться, что в этот раз у нас будет обратная ситуация, по мере захода в Крест Смерти. Но все же общий тренд, вероятно, будет нисходящим. Ясно? Поэтому мне кажется, когда я смотрю вот на эту ситуацию, что биткоин упрется в какое-то сопротивление сверху, по мере того, как мы окажемся в этих верхних уровнях. Но даже нет никаких гарантий, что биткоин и вообще поднимется сюда. Что биткоин достигнет 20-недельной SMA и 21-недельной EMA. Просто во многих случаях, когда мы опускались ниже, мы делали повторный тест. Мы видели это в 2018 году, опускаясь ниже и снова возвращаясь на бэктест. У нас был повторный тест вот здесь, в 2019-м. Видите, что мы возвращались на бэктест вот сюда. Это распространенная практика опуститься ниже, а потом снова вернуться на бэктест. Так как сохраняется очень много быков, которые попросту не верят, что все это закончилось. Да из чего вообще этому завершаться? У нас технически не было нисходящего низа. Поэтому для них сохраняется причина верить в то, что как только мы вынесем этот низ, у быков будет еще один шанс. У них будет еще одна попытка еще раз попробовать и понять, получится у них преодолеть это. Или нет? Если не получится, если, скажем, мы проведем одну или две недели здесь, и у быков не получится пробиться, то наиболее вероятным сценарием будет движение ниже и формирование нисходящего низа. Но в итоге они снова попытаются. И после они будут продолжать пытаться, пока мы в итоге не пробьемся через эту полосу. В итоге все завершится окончанием этого вторичного страха, после чего мы заступим на более уверенный бычий рынок, который, вероятно, нас отправят на гораздо большие цены. Но если говорить о краткосрочной перспективе, наиболее вероятно, что у нас не получится преодолеть полосу поддержки бычьего рынка, и если мы поднимемся выше ее, нам будет необходимо получить несколько подряд идущих закрытий недельных свечей над ней, чтобы получить значащий сигнал. И это самое сложное. Если, ребята, вы помните, несколько недель назад биткоин дал свечу выше 28 тысяч долларов. Мы поднялись выше 28 тысяч, и многие стали смотреть на рынок очень и супер по бычьи. Но буквально на следующий день он упал ниже. Так что нужно быть аккуратным. И насколько забавно видеть текущую ситуацию, полностью идентичной тому, что было в 2019. У нас была как бы капитуляция, потом неделя, за которую ничего не происходило, затем промежуточная неделя, когда мы поднялись за 21-недельный EMA, а на следующей неделе мы спустились вниз, затем вернулись обратно. На самом деле, в течение нескольких недель мы находились внутри диапазона полосы бычьего рынка. И, возможно, это именно то, что сейчас и происходит. У нас есть изначальная капитуляция ниже 20-недельного SMA. Далее, в течение нескольких недель у нас образуется консолидация, после чего мы возвращаемся в зону 20-недельного SMA и 21-недельного EMA, чтобы его не преодолеть, и затем спуститься обратно. В итоге, все может закончиться похожим на то, как здесь выглядит вот это движение. Но здесь у нас как бы низы, затем мы, вероятно, поднимемся, после чего опустимся обратно. Но опять же, если вы хотите увидеть подтверждение обратного, если вы ищете признаки обратной ситуации, то, на мой взгляд, вам необходимо получить несколько последовательных закрытий недель над полосой поддержки бычьего рынка, для того, чтобы это хоть что-то значило, чтобы потенциально это означало, что текущая ситуация другая. В противном же случае, я буду придерживаться статуса КО, что с большей вероятностью мы не преодолеем эту полосу, нежели преодолеем. И если мы ее не преодолеем, проблемой будет то, что в рынке альткоинов сейчас очень мало ликвидности. В итоге, рынок альткоинов может пострадать очень сильно, из-за того, что там попросту нет ликвидности, особенно если биткоин опустится ниже, чем этот низ. Вот здесь. И, ребята, это наша задача на эту неделю. Также на этой неделе у нас будет очень важное событие, заседание FOMC. Я думаю, что это будет в среду, 20 сентября, поэтому я думаю, что это будет среда. Это может стать очень волатильным днем. Возможно, вы даже можете ожидать цены, которые, может быть, немного раньше начнут движение, но обычно я жду движения вниз перед собранием FOMC, после чего более крупные движения примерно вот в этом таймфрейме в течение недели. И если рост процентной ставки будет остановлен, если они пропустят подъем, повторю, что рисковые активы, возможно, это воспримут положительно, но проблема не в остановке роста ставки, а как долго она будет оставаться высокой. И обычно фондовый рынок, когда чует завершение роста ставки, он образует ралли. И проблема, конечно, в том, что ФРС не скажет нам, достигли ли мы терминальной ставки или нет, поэтому попросту могут снова поднять ее в ноябре, оставляя эту дверь открытой для себя. Поэтому я бы не ожидал то, что они загроют дверь для последующего поднятия ставки, хотя, вероятно, мы и достигли терминального уровня ставки на 5,5%. Нужно подождать, многое может произойти между сегодняшним днем и ноябрем для финансовых рынков. Но в краткосрочной перспективе у биткоина образовалось закрытие на неделе, в итоге мы остановили все эти падающие предыдущие недельные свечи. Сейчас мы находимся рядом с полосой поддержки бычьего рынка, поэтому это место и есть то, где и произойдет итоговая битва между быками и медведями. И вероятно, что здесь и выступят медведи, защищая этот диапазон. Уровни, на которых мы сейчас находимся, буквально те, на которых мы были 2-3 недели на этом фитиле, где медведи не особо выступили, защищая его, пока мы не поднялись до полосы поддержки бычьего рынка. Вот здесь медведи-то и появились. Вышли ли они на защиту вот здесь? Нет. Вышли ли они вот здесь, на 12-недельном? Да. Вот где появляются медведи и встают на защиту. Поэтому нужно дождаться и посмотреть, выйдут ли они на защиту в этот раз. Друзья, если вам нравится этот контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и поддержите CryptoCommons, они для вас очень стараются. Увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok